Как предприниматель говорит, давайте покупать вот это, ремонтировать, строить, потом сдавать, продавать. А мне такой сидит один и смотрит, слушай, у тебя схема есть? А я говорю, какая схема, зачем? Он говорит, нужна схема, как деньги вывезти. А все остальное, что ты рассказываешь, это полная ерунда. Та же самое вот с Черновецким. Я когда он стал мэром, я пришел к нему по старому знакомству, а он говорит, ты не бизнесмен. У тебя схемы нет. Они все на схемах сидят. Все юридически запутанных этих механизмов. А сейчас оно дошло до апогея, потому что все схемы уперлись. Как у вас погода, как ваше настроение, что видно из Штатов? Чем дальше от Украины, тем объективнее видишь картину. Мне так кажется. Что вы видите? Во всяком случае, позволяю себе рассуждение в эфире, а мысли рождаются на языке обычно. Я пытаюсь каждый день вести эфир, свой, потому что действительно мысли рождаются на языке. Мы их проговариваем. Если мы их проговариваем, то они лучше оформляются. И, конечно, когда ты на расстоянии, у тебя нет страха издерживающих факторов, которые посеяны в Украине. Сегодня украинские блогеры и блогосфера, она либо отравлена пропагандой, либо патриотизмом, либо ложными ценностями. И те люди, которые должны бы высказывать и быть лидерами мнениями, на сегодняшний день очень стряножены в высказываниях. И получается так, что из-за границы ты можешь больше размышлять, больше себе позволить. Соответственно, шире видишь мир и проблемы Украины. Наверное. Мне так кажется. В всяком случае, блогеров, некоторых я слушаю, я прихожу в ужас. У вас есть рецепт? Вы можете подсказать тем блогерам, которые зашли в этот узкий коридор, из которого на самом деле ничего не видно и ничего не могут сказать. Потому что мы же видим, что сейчас уже прям в офисе Ермака, прям Ермак говорит, кого назначить. Мы если читали сегодняшние публикации по поводу вот этих всех ребят, которые давным-давно работают на офисе. То есть в офисе прямо уже указывают вот этого назначить, вот этого снять, ну и так далее. Ну, потому что все структуры государственные, они уже давно неуправляемые, фактически они все превратились в столоначальников и борются исключительно за бюджетную строчку, чтобы получить больше к распределению. По сути, все государство, это распределительная машина, выжатых по максимуму денег из населения. Поэтому оно, в общем-то, и выродилась, эта система, в то, что мы имеем власть, которая сосредоточилась непосредственно в администрации президента. По большому счету, предыдущие президенты, они все пытались забрать власть над деньгами, то есть поток, так сказать, установить в свою сторону путем назначения своих людей. Но, скорее всего, раньше еще были какие-то сдерживающие факторы в силу того, что все-таки приходили управленцы. И они понимали, что нельзя пилить сук, на котором сидишь, нельзя до конца разваливать государственную машину. Ну, теория Кучмы заключалась в том, что не мешайте воровать по-крупному, а мелочь пусть живет, как живет. Пусть там ходят в суды, честно судятся, и не берите с них большие налоги. Вот его была теория. А мы тут по-крупному, уже крупную приватизацию проведем. Когда сейчас мы посмотрим, сейчас пришли люди, те, которые никогда управлением не занимались. Они этого не понимают. У нас произошло засилие юристов во власти. У нас кого ни копни, он юрист. То есть, по сути, эта власть решала. Вот пришли, решал, и они, если раньше они носили от Верховного суда до Коломойского деньги, или наоборот, или там от какого-нибудь олигарха, правоохранительные органы, и считались очень матерыми юристами, то потом они, получилось так, что эти олигархи подумали, а они же хорошие пацаны, давайте их сделаем этими главными. И они стали главными. Но это же решалы. Они строить не могут. Они могут отбирать, они могут переносить деньги, они могут накапливать деньги. Но эпогеем этого выступила, что они выдвинули президента вообще с юридическим образованием, дипломом, но который вообще не учился на юриста никогда, а просто активный. Вот оно к этому привело, что сегодня они рассматривают всю работу свою, это отобрать деньги при помощи суда. При помощи какого-нибудь уголовного дела. При помощи назначения своего человека на поток. Причем сама Конституция способствует этому, вот в чем порочность Конституции Украины, но она позволяет на сегодняшний день президенту Украины, у которого нет ни военного образования, ни даже службы в армии, ни юридического образования, ни вообще никакого, назначать всех руководителей высших должностных лиц страны. Вот это ужас. То есть все спецслужбы, всех замов, всех военнослужащих высоких званий, все назначает маленький человек, который отбрасывает огромную тень на сегодняшний день. Они говорят, что во время войны по-другому не может быть, потому что должен быть центр управления, иначе будет страна неэффективна во время войны. Это концепция вообще нашей страны, а кто же, если не я? Кто будет управлять вот этой раздробленной страной? Но по большому счету, если мы посмотрим на деятельность сегодняшней администрации, в силу того, что, наверное, они все-таки происхождение большой массы людей, которые попали сейчас во власть, а это люди 40, от 35 до 50 лет, они попали в ту воронку, когда распадали семьи. Когда распадались семьи Советского Союза, Советский Союз переходил из одного состояния в другое, распадалась идеология, распадались привычные заработки высоких руководителей. Как правило, эти мальчики и девочки были внуками, детьми высоких руководителей, которые потеряли свой доход. Они страшно обижены, их матеря очень обижены на отцов, которые или спивались, или разорялись, или стремительно богатели в 90-е годы, а, соответственно, все равно распадалась семья. Это обиженные мальчики и девочки, которые, по большому счету, мстят своим отцам, и не способны выстроить структурно ничего, потому что царя в голове нет. Такое есть высказывание. Без царя в голове. Вот на сегодняшний день у нас государство без царя в голове. Потому что мы же не можем рассматривать, правильно действует Ермак, или неправильно. Вот сейчас. Или правильно действует президент, или неправильно. Но мы можем тенденцию выстроить. Их действия к чему приводят и привели. Их действия привели, кроме того, что война, их действия привели к тому, что во время войны обезглавливается армия. Их действия, ну, заложность зачем-то увольняется. Их действия привели к тому, что не работает Конституционный суд. Их действия привели к тому, что не работает Верховная Рада Украины. Их действия привели к тому, что ни один орган государства не работает. Их действия привели к тому, что судебная система не работает. Их действия привели к тому, что ну вот какого органа власти ты сейчас не коснешься, там распад какой-то происходит. Во многих местах они нашли такую формулу, это еще с Богдана, тоже же был решалый. Они нашли формулу, а давай будут везде исполняющие обязанности. Зачем через парламент? А какая разница? Он будет все равно подписывать то, что нам надо. Но ответственность у него будет меньше. Он не министр, а он исполняющий обязанности. И получается у нас зависающая страна в пространстве, которой управляют решалы, а для решал надо запутать систему. То есть зачем запутаннее, непонятнее, в принципе, выцеживая туда все, что угодно. Главное, чтобы схему. Я помню, с этим столкнулся, когда я там как предприниматель говорю, давайте покупать вот это, ремонтировать, строить, потом сдавать, продавать. А мне такой сидит один и смотрит, слушай, у тебя схема есть? А я говорю, какая схема? Зачем? Он говорит, нужна схема, как деньги вывезти. А все остальное, что ты рассказываешь, это полная ерунда. Это же самое вот с Черновецким. Я когда, он стал мэром, я пришел к нему по старому знакомству, а он говорит, ты не бизнесмен. У тебя схемы нет. Они все на схемах сидят, все юридически запутанных этих механизмов. А сейчас оно дошло до апогея, потому что все схемы уперлись только в суды. Все. Суд, конечная точка, и все приплыли. Потому что мы теперь все в судах, в количествах судов, в безумном количествах, в комиссиях, которые назначают суды, комиссиях комиссии, которые назначают комиссии. И в этом всем отлично купаются эти юристы и антикоррупционеры. У этих просто рассвет и счастье. Каждый день можно кого-то разоблачить. Каждый день можно какого-то чиновника схватить. Каждый день у них есть о чем рассказывать. Когда задаешь там уже Шабунину вопрос, слушай, коррупция меньше стала, не, говорит, больше. А ваша деятельность приведет к искоренению коррупции? Они уже сами не верят. Потому что они уже 10 лет занимаются антикоррупционной деятельностью, а коррупция стала больше. И тогда ты заглядываешь, а все, рецепт какой? Какой рецепт? Уменьшить государство. Вы должны уменьшить государство. Вы тупо взять должны арифметически и 50% министерств ликвидировать. 50% услуг государства ликвидировать. Просто безжалостно. И мы проходили этот этап. Самое интересное, что когда 1991 год рушился Советский Союз, отменили Компартию, как можно было отменить правящую партию одной подписью? Но самое главное произошло, я же видел последствия в Днепре. Когда утром пришли люди на работу, это Компартийцы, они думают, ну, мало ли, что там они по телевизору в Москве подписали. Замки везде висят. То есть их просто не пускают в здание. И страна не остановилась. Она получила новое дыхание. Она как будто бы распрямилась, потому что исчезла ровно половина управленческого состава, которые создавали проблемы. И этот рецепт опробован уже на огромной территории Советского Союза. И рецепт один — надо избавиться от юристов. Как-то один олигарх сказал, если бы я захватил власть, первое, что я подписал бы всех юристов.